Жилой фонд 60-70-х годов по новым ценам. Самара оказалась во всероссийском рейтинге регионов с наиболее подорожавшими хрущевками. Согласно данным аналитического агентства, квадратный метр такой недвижимости подорожал на 10% и составил усредненные 56 тысяч рублей. При этом количество предложений сократилось на 41%, а спрос вырос на 7. Приобретается такая недвижимость преимущественно в ипотеку. Косметическая отделка значения не имеет. А вот наличие в доме капитального ремонта новых коммуникаций и пластиковых окон в топе предпочтений граждан. Если мы будем брать однокомнатную квартиру хрущевской планировки, да, хрущевка в народе, цена варьируется от 1 миллиона 800 до где-то 2 миллиона 200 тысяч. Бывают улучшенные планировки, дома улучшенные планировки, которые строили в 70-е годы, например, на проспекте Ленина, да, 9-этажные кирпичные дома. А там также цена подросла и сейчас это однокомнатная квартира в районе 3 миллионов рублей. При этом каждый третий покупатель однокомнатной хрущевки приобретает ее вовсе не из соображений экономии. Сравнивали уже квартиры малометражные, там площадью 24 квадратных метра, да, или, например, нормальную стандартную хрущевку площадью 33 квадратных метра. Мы говорили, что по цене они примерно одинаковые, но за эту же цену в хрущевке можно получить большую площадь проживания с тем же самым набором благ и удобств, которые, в общем-то, и в новостройках сейчас. Квартиры, которые год от года демонстрируют завидную стабильность, сталинки. Цены на них никогда низкими не были, а сейчас еще и подросли. Что неудивительно, расположены такие дома, как правило, удобно в центре города и в шаговой доступности от всех достопримечательностей. Элитные сталинки никогда не опускались в цене. Если я хочу с утра смотреть на Волгу, да, или я хочу там каждый день подходить к монументу князю Засекину, ну, мне только там жить надо. И я знаю, что там ничего другого не построят уже. Такая же тенденция сложилась во многих регионах России. Так, в Нижнем Новгороде количество предложений сократилось на 41%, а спрос вырос на 25%. В Калининграде стоимость квартир выросла почти на 50%. При этом отката цен на предыдущий уровень эксперты не ожидают. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.